Быстрый вопрос, господа. Вы используете эмодзи в своих сообщениях? Да? Нет? Иногда? Господа, кликайте прямо тут, я создал опросник. А пока вы голосуете, я быстро приведу вам 5 фактов о том, что 99% населения не знает об эмодзи. Первое слово эмодзи – это комбинация из двух японских слов. Э – картинка, эмодзи – характер. В 1999 году японский художник придумал 176 эмодзи, чтобы быстро описывать ситуацию. Как же на самом деле картинки выигрывают у текста в передаче информации? В два раза, в три? Представьте себе, в 10 тысяч раз быстрее, чем текст. Полное число эмодзи в наше время 3000, а последний факт взорвет вам мозг. Как вы думаете, сколько уже времени люди используют эмодзи? Люди тысячи лет их используют. На древнем турецком кувшине нашли смайлик. Снова картинка использовалась, чтобы передать информацию. Сегодня поговорим, стоит ли мужчине использовать эмодзи, что об этом думают женщины и какие из них использовать. Вы уже проголосовали, друзья? Если нет, тогда сделайте, это займет секунду. Таблица, которую я покажу вам, связана с этим напрямую. Итак, эта таблица меня просто шокировала. В зависимости от того, как вы проголосовали, она может заставить вас смеяться. Итак, с 2014 года была выявлена прямая связь между количеством раз, сколько вы отправляете эмодзи женщине. Это касается одиноких в основном. У вас появляется больше шансов на успех. Если не использовать эмодзи, шансы на успех 25%. А если использовать, целых 65%. Мое мнение, следует ли мужчине использовать эмодзи, конечно стоит. Это связано не только с характером или дурацким видом эмодзи. Это говорит о том, как вы передаете ваши ощущения. Это относится как к одиноким мужчинам, так и к женатым, так и к мужчинам в отношениях. Если вы хотите передать всю палитру ваших чувств и эмодзи, используйте эмодзи. Представляю, что некоторые из вас скажут, я не стану использовать эмодзи. Это для женщин. Вы правы, женщины используют больше эмодзи, чем мужчины. Не потому, что мужчины не могут использовать эмодзи, просто женщины умеют лучше проявлять свои чувства. Если взглянуть на знаменитостей, мужчин и женщин, то мужчины знаменитостей используют эмодзи чаще, чем их коллеги-женщины. Потому что мы говорим о творческих, артистичных людях, которые хорошо умеют проявлять свои чувства. Вернемся к вопросу. Нравится ли женщинам, чтобы мужчина использовал эмодзи? Есть ли исследование, которое это показывает? Ответ – да. В 2015-м матч.ком провел исследование. Они замерили количество эмодзи, которое использовалось в онлайн-отношениях. Они выявили, что когда эмодзи были повсюду, то люди соглашались на второе, третье, четвертое, пятое свидание. Интересно, чем же все это заканчивалось? 54% все увенчалось успехом при использовании эмодзи, и 31% когда эмодзи не использовали. Это ведет нас к прямому вопросу, какие эмодзи следует использовать мужчине, и как часто ими пользоваться. Но для начала давайте взглянем на 4 эмодзи, которые следует избегать. Первое – это баклажан. Не знаю, зачем его использовать. Далее эмодзи-аплодисменты. Просто не используйте. Далее идет бицепс. Не знаю, может это выглядит напыщенно. Я бы напряг свой бицепс, но боюсь сломать интернет. И последний – кулачок. Выглядит как-то подружески. Какие же эмодзи нравятся женщинам? Первое – все очень просто. Смайлик с сердечками в глазах. Сразу скажу, моя жена без ума от него. Это очевидно, почему женщинам нравится этот эмодзи. Далее идет подмигивающий эмодзи. Наверное, потому что он выглядит заигрывающе. Не могу понять почему, но эмодзи-обезьянка нравится женщинам. Следующий я бы никогда не догадался. Эмодзи-секретарше нравится женщинам. Потому что, угадайте, потому что она похожа на нахальную девочку. Не могу понять почему, но он им нравится. Если вы только начинаете пользоваться эмодзи и не знаете, что отправлять, чтобы не накосячить, тогда просто используйте смайлик или смайлик со слезами по краям глаз. Или эмодзи-какашки с единорогом. Нет, я шучу, не посылайте такой комбинации. Друзья, если вам нравится это видео, тогда ставьте лайк. Если вы тут впервые, тогда добро пожаловать. Присоединяйтесь к нашему сообществу, подписывайтесь на канал. Включайте колокольчик, чтобы получать уведомления. И да, друзья, когда вы взаимодействуете с видео, это хороший знак. Бог Ютуба Хром сказал мне, что вам необходимо взаимодействовать с видео. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом видео. Итак, как же часто следует использовать эмодзи? Если не уверены, то просмотрите, как выглядят сообщения. Если вам кто-то пишет, используя эмодзи, то вы можете смело отправлять их в ответ. Если же вы не используете их часто и решили послать сообщения, тогда попробуйте использовать простой смайлик. Не используйте сразу пять штук в первом сообщении. Но если это по работе, то не используйте эмодзи. Есть исследования, которые выяснили, что иногда это может сработать. Но чаще это выглядит непрофессионально. Друзья, ключевая идея, которую стоит уяснить в этом видео, эмодзи – это все, что связано с эмоциями. Вы берете текст и добавляете к нему контекст. Поймите, как их использовать, и вы сможете прокачать свой навык общения и создавать отношения более гармонично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!